На встрече с бизнесменами Галушка, министр по развитию ДФО, был огорчен, что нам цена полушка, так жить не комильфо. Он выступил с призывом к бизнесменам, даешь ДВшке праздничный фасад, в прогнозе самым скромным и несмелым здесь будет город-сад. Ведь ежели слегка подсуетиться, то можно прекратить вполне сумбур, и Дальнему Востоку превратиться несложно в Сингапур. Ведь в чуждом сингапурском регионе, казалось бы, ресурсов нет как нет, а денег миллион на миллионе, живут не зная бед. А наш-то нефтью, золотом обласкан, земли полно в нем, дерево и вод. Спрошу хоть на родном, хоть на малайском, понятно вам? Ну вот, в бананово-лимонном Приморье и финиково-дынном ЕАО все в роскоши утонет и гламуре, и даже сверх того. В магнолиевом сказочном Приморье и в пальмовом Хабаровском краю сравнение напросится прямое, житуха как в раю. Затихли бизнесмены, зашуршали тихонько со скамеек голоса. А с чьими, интересно знать, шишами случатся чудеса? Послушайте, любезнейший Галушка, фантазии самых смелых трубадур. Наш регион, он даже не Алушта, не то что Сингапур. Простите, ну какие здесь курорты? Но сосчитайте, сколько раз в году народ влезает в плавки или шорты и прочую байду. А в плане экономики расцвета тут как в стишке, и больно, и смешно. Никто и никому не даст ответа ни в чем давным-давно. Возможно, в ихнем дальнем Сингапуре, где плачет и рыдает океан, комфортно, словно сыру в Хачапуре народам разных стран. Не потому ли люди там жируют, и каждый остается при своих, что там элементарно не воруют? Не принято у них. Ведь и сегодня там за это дело способны принародно загнобить, и вздернуть на веревке могут смело, и палками побить. В России же со времени Батыя, в родном национальном бытии, так повелось, все что-нибудь дотырят для дома, для семьи. А значит, жить по чьей-то там модели у нас не пожелаешь и врагу. Простите, но нет смысла в самом деле мести Сингапургу. Редактор субтитров А.Семкин